Я боюсь заболеть. Я и так болею. Тамара Ивановна в числе первых сегодня пришла на вакцинацию. Женщина рассказывает, что не так давно перенесла два инфаркта. И ковид просто не переживет. А тут увидела объявление в магазине. Приезжает мобильный пункт вакцинации прямо в поселок. А это уже повод лишний раз не ездить в город. Ну это хорошо, слава богу, что нас не забыли. В прошлый раз тоже приезжали. Нам гриппы делали, уколы. Все нормально, все пришли, делали. Раньше все время нам это делала Людмила Федоровна. И это клещевого, и этой болезни, и от гриппа. Мы уже привычные к этому, не нарушаем. Более того, для многих это единственный способ вакцинироваться. По разным причинам часть жителей Легина давно не покидают пределы поселка. А те, кто выезжает в город, жалуются, что не могут попасть на прием. Не секрет, что существует очередь на получение заветной вакцины. Игорь Васильевич приезжает в Легина один раз в неделю по работе. По счастливой случайности, сегодня здесь медслужба. Мужчина решил не упускать такую возможность и тоже поставил вакцину. В своем городе родном Александровск месяц ждал очереди, так и не дождался. Поэтому решил привиться здесь. Ну у меня брат переболел, друг в больнице сейчас лежит, поэтому что ждать-то? Прививаться обязательно. И все это благодаря инициативе депутата округа номер один Ольги Евтиной. Во время очередного визита в Легина к ней обратились местные жители с просьбой помочь организовать вакцинацию. С составлением списка желающих помог староста поселка Сергей Широких. В свою очередь Ольга Борисовна связалась с краевой больницей имени Вагнера. И медики пошли навстречу. Кроме вакцинации нужны и другие меры безопасности. Это и социальная дистанция, это и маски. Но все-таки вакцина это одна из мер, которые мы очень надеемся, все-таки поможет жителям, поможет нашим людям пережить эту страшную инфекцию. Второй компонент вакцины, как и положено, ставится через три недели. Депутат заверила, что из-за ним никуда ехать не придется. Мобильная лаборатория сама вновь приедет в поселок. Я выношу большую благодарность и Сергею, и Ольге Борисовне за то, что они заботятся о нас, заботятся о нашем здоровье. Мария Динова, Никита Игнатьев. Наши новости.